Привет всем любителям жизненных историй! Это аудиопостановка по рассказу на канале в Яндекс.Дзен Лиговка. Ссылка в описании под видео. Приятного прослушивания и хорошего настроения! Коробка лежала высоко, но мальчишка упорно тянулся к полке. На широком веснущатом лице застыла обиженная гримаса. Проходившая мимо Капитолина Алексеевна сняла коробку с полки, повертела в руках. Это был космический корабль, а именно тысячелетний сокол из Звездных войн. Точнее, его уменьшенная дешевая копия. Пластмассовая штамповка с неровными краями и потеками клея. Хотя, чего еще ожидать от обычного сетевого гипермаркета, где продают все? Как говорится, от бинта до ваты. В мое время таких игрушек не было. Она протянула коробку пацану. Держи. Пухлые детские руки прижали игрушку. Наверное, космонавтом хочешь стать? Поинтересовалась бабулька. Нос мальчишки презрительно сморщился. Участковым? С подозрением спросила баба Капа. Мальчик помотал головой. Блогером! Важно ответил он. Кем? Скривилась бабулька. Блогером! Повторил ребенок. Ну, блогером так блогером. В конце концов, на фоне того, что в девяностые многие девчонки хотели стать проститутками, а пацаны бандитами, блогер далеко не самый худший вариант. Богдаша, ты где? В отдел игрушек заглянула женщина, такая же широколицая и конопатая. Увидев сына, прижимающего к себе коробку, нахмурилась. Это что у тебя? Выхватила коробку, повертела, гляделась в ценник, ужаснулась. Мама, это мое! Завопил Богдан. Вот когда будешь зарабатывать, тогда и сможешь говорить, твое. А сейчас рот закрыл и пойдем со мной. Швырнув коробку обратно на полку, схватила сына за руку и буквально выволокла из отдела. Баба Капа покачала головой. Вот тебе и тема для первой статьи, блогер. У родителей не было денег на игрушку, но я вырос и сам заработал свой первый миллион. В кассе стояла длиннющая очередь. Баба Капа встала за девчонкой лет пятнадцати с баночкой сока в руке. Проходите вперед, бабушка! Хорошенькая личика озарила приятная улыбка. Приятно, черт побери! Бабуля прошла вперед. И место в автобусе уступаешь, да? А как же? Воскликнула девчонка. А зовут как? Саша! Ответила девочка. Александра. Молодец, Шурка! Похвалила бабуля. Хвалю! Родителям респект! Девчонка смутилась, покраснела. Спасибо! В следующую секунду девчонку грубо отодвинули в сторону. Эй, мелочь! Обидчик был не столько крупным, сколько наглым. Пусти! Мне только сигареты купить! Отолкаться-то зачем? Уркнула Саша. В сторону отойди! Ты мне мешаешь! Парень потянулся к закрытому табачному боксу, висящему над лентой. Открыл шторки. Поводил пальцем в поисках нужной пачки. Баба Капа уже было открыла рот, чтобы осадить нахало. Но девчонка помотала головой. Закрыла глаза, выдыхая. Постояла секунд пять. Открыла глаза. Улыбнулась. Конечно, проходите. Отодвинулась в сторону. Нахал довольно хмыкнул и шагнул вперед. Тут уже возмутилась Баба Капа. Да ни хера подобного! Вали в конец очереди! Корона не свалится! Хам нахмурился. Придвинулся к бабке. Бабуля, стоишь и стой дальше. Мне разрешили! В уши балуешься тихими длинными вечерами! Ответила Баба Капа. Тебе сказали! Вали в конец очереди! Хам что-то злобно прошипел. Посмотрел на охранника, дежурившего у входа. На людей, бросающих неодобрительные взгляды. Ладно, просто связываться не хочется. Одарив старушку злобным взглядом, пошел в конец очереди. Баба Капа дождалась, пока девчонка выйдет из супермаркета. Обе пошли вниз по улице. Шурка, а что это было? Спросила Баба Капа. Таких надо сразу на место ставить, а то совсем уже расчехлился. Я думала, молодежь сейчас более, не знаю, более борзая, что ли. Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим! Саша философски подняла палец. Чего? Воскликнула старушка. Это с каких щей? Саша засмеялась. Японская мудрость! Баба Капа изумленно посмотрела на девчонку. Против японцев она ничего не имела. Более того, уважала. Ибо трудяги, сумевшие из развалин за короткое время создать одну из сильнейших экономических мировых держав. А ее японский магнитофон еще с тех лохматых 80-х до сих пор исправно работает. Только в последнее время стал пленки жевать. Но только где Япония, а где наша российская действительность? Мудрена как-то. Бабулька почесала затылок. И откуда ты это знаешь? Мама так всегда говорит. Пожала плечами девчонка. Так... Старушке стало любопытно. И кто у нас мама? Японский самурай? Мама чемпион области по карате. Черный пояс. Лет 20 назад была довольно известна в спортивных кругах. Во как! И что? Ты тоже можешь руками-ногами махать? Спросила бабуля. Ну, умею кое-что. Скромно ответила девочка. На ходу допила сок. Огляделась по сторонам. Видите мусорный контейнер? Тонкий палец ткнул в синий бак в метрах десяти. Ну? Девчонка подкинула банку. Высоко. Красивым ударом ноги с разворота отправила ее точно в мусорку. Круто! Восхитилась бабулька и зааплодировала. Потренироваться, что ли? Заглянула в свой пакет. В поисках чего-нибудь такого, что можно было бы отправить в мусорку. Да, в принципе, все. Одни усилители вкуса, ГМО, подсластители, загустители, эмульгаторы, стабилизаторы и прочая хрень. Но как ни крути, это продукты. Баба Капа хорошо помнила свое голодное послевоенное детство. Поэтому просто их выкинуть она не могла. Махнула рукой. Сзади послышался детский вой и громкие звуки шлепков. Обе обернулись. Весь в отца. И что только из тебя вырастет. Будешь как твой никчемный папаша. Лифты ремонтировать и бухать. Конопатая женщина буквально волокла за шкирку упирающегося малолетнего блогера Багдашу, не забывая отвешивать звучные поджопники. Баба Капа шла домой, обдумывая услышанное. Хм, значит, уступай дорогу дуракам и сумасшедшим? Капитолина Алексеевна Бойцова училась всегда и везде. И без разницы, кто дает уроки. Умный чил из телека в очках и с седыми волосами. Или 15-летняя девчонка с хорошеньким лицом и мамой-каратисткой. А все это мне виднее, потому что я старше. Яйца курицу не очат. Поживи с мое, потом будешь вякать. Это все ерунда. Учиться нужно всегда. Как завещал великий Ленин, жене говоришь, что идешь к любовнице. Любовнице говоришь, что идешь к жене. А сам на чердак учиться. Учиться и еще раз учиться. Я тебе сказала, даже и не думай сюда свою пьяную харю притаскивать. Бесилась Олеся. Она сжимала телефон с такой силой, что казалось, еще немного и тот развалится в руке. Да не пью я. Оправдывался Григорий. Давно не пью. Работаю, мне пить некогда. Знаю я твою работу. Бывшая жена была непреклонна. Учти, Гриша, сунешься и тебе капсдец. Костик с тобой мигом разберется. Да пошел твой Костик. Богдан мой сын. И развод никак не должен влиять на мои отношения с ним. Выкрикнул Григорий. Поняла? И я приеду завтра. И только попробуй мне не отдать сына. Григорий быстро выключил телефон. Шумно выдохнул. Голос бывшей его раздражал до невозможности. Сначала она ему изменила. И он на этой почве забухал. Слабак. Никто и не спорит. Пострадал, побухал, затем простил. Или дурак, или снова слабак. Крем знает. Сейчас уже не важно. Но затем она совсем от него ушла. Сняла квартиру, да еще и Богдана прихватила. А вот это было последней каплей. И сейчас сношает ему мозг, запрещая видеться с сыном. Еще кошмарит своим бандитом. Да плевать он хотел на всех этих бандитов. В конце концов, он имеет право видеться с сыном. Григорию вдруг жутко захотелось выпить. Вот прямо невыносимо. Он опустился на диван. Обхватил голову. Так и сидел. Постепенно успокаиваясь и приходя в себя. Баба Капа и Ежевичкин развалились на диване перед телевизором. Старушка с аппетитом ела мороженое прямо из большого картонного ведерка. Моряк прихлебывал кофе из огромной кружки. Егор, а ты слышал такое выражение? Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим. Баба Капа облизала ложку. Слышал, конечно. Егор шумно отхлебнул из кружки. Японцы так говорят. Баба Капа с досадой всадила ложку в ведерко. Блин, все слышали. А почему я одна это узнаю под сраку лет? И главное, от кого? От сопливой девчонки. Ежевичкин поставил кружку. Ну-ка, давай подробнее. Старушка в двух словах рассказала о случае в супермаркете. Егор внимательно выслушал. Снова взялся за кружку. Капа, это все правильно, когда ты живешь этим. Взять эту девочку Сашу. Она наверняка забыла о Нахале, едва выйдя из супермаркета. И так должно быть. У человека это возведено в принцип, понимаешь? Но что касается тебя, это не твой случай. Это почему? Поинтересовалась бабуля. Допустим, ты бы ему уступила, а то и улыбнулась. Это с каких херов я ему улыбаться должна? Возмутилась баба Капа. Может, еще сиртаки перед ним станцевать? Ну вот видишь, захохотал Егор, что и требовалось доказать. Баба Капа отвернулась. Зачерпнула полную ложку пломбира. Умные все какие. Бабулька вышла из подъезда. Поприветствовала размахивающего метлой Ахмеда. Привет, Ахмед Ака. Ай, доброе утро, Капитолина Апа. Белозуба улыбнулся Ахмед. Куда такой рано? В поликлинику, Ахмед. Ай, заболел, Капитолина Апа. Да нет, так, для профилактики, бывай. Ахмед махнул рукой и снова взялся за метло. Возле роскошного черного джипа возился Ушан. Он старательно оттирал капот от птичьего помета. Ушан, здорово! Бабулька поприветствовала на ходу. Птички машину обосрали. Какие хорошие птички! А ты, бабуля, я смотрю, еще дышишь? Буркнул вслед Громила. Баба Капа резко остановилась. Так, это что сейчас такое было? Ушан, видя, как напряглась худенькая спина старушки, еще быстрее заработал тряпкой. Не то, чтобы он ее боялся, он мог опрокинуть ее одним щелчком. Скорее опасался, как опасается любой человек всего непонятного и непредсказуемого. Кто знает, что у старухи на уме? Ушан, ты что сейчас такое брякнул? Ты моей смерти хочешь, да? Она повернулась к нему, сдвинула брови. Бабка, не накаляй! На ту же на засмеялся Ушан. Шутканул я! А, ну ладно тогда. Легко согласилась бабулька и вдруг болезненно поморщилась. Ой, что-то мотор барахлит, да в правой бочине покалывает. Походу, печенки моей кобзда. А ты меньше бухай, тогда и ливер болеть не будет. Золотые слова. Со вздохом согласилась она. Слушай, Ушанчик, может ты меня в поликлинику отвезешь, а? А то мне сейчас в маршрутке трястись, тоже удовольствия мало. Ушан скользнул взглядом по наручным часам. Ну, прыгай в машину, отвезу. Ушан договорить не успел. Баба Капа уже сидела в роскошном салоне. Он в последний раз протер сияющую поверхность. Скомкал тряпку и уже было собрался кинуть ее на асфальт. Зыркнул на Ахмета, размахивающего метлой возле подъезда. Перевел взгляд на сидящую в салоне старушку. Баба Капа подсокала языком, укоризненно покачивая головой. Вздохнул. Выкинул тряпку в урну. Сел за руль. Огромный внедорожник, плавно покачиваясь и сверкая полированным кузовом, выехал с парковки. Хорошая машина! В восхищении произнесла Баба Капа, трогая кожаную обивку. Ну ты весело, бабулька! Хохотнул Ушан, выруливая под арку. Это же Япония! Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим. Вдруг сказала она. Чего? Ушан повернулся к ней. Торчащие уши задергались. Это тоже Япония! Парировала бабулька. И кто из нас после этого село? Пока он обдумывал, как бы побольнее ответить борзой бабульке, на приделанном к торпеде держателе заиграл смартфон. Ушан нажал на дисплей. Говори! Коротко и властно сказал он. Ушан, чиж под замес попал. Голос в телефоне был явно обеспокоенным. Подробнее. А что подробнее? У Чижана Ворошиловской подруга живет. Разведенка с детем. Ну как подруга? Просто шевелит ее иногда. Раз в неделю. Даже бабла ей не дает. Так, чисто за любовь. Ты короче можешь? Рявкнул Ушан, выезжая на главную дорогу. В общем, какой-то хмырь нарисовался. С виду лох чилийский. Давай в дверь трезвонить. А чиж вгашенный уже с утра. Не разобрался. Ну и выписал ему по самое не балуйся. Там же у двери и поломал. В смысле поломал? Нахмурился Ушан. Наглухо! Да нет, так, морду покотал немного. Это еще не все. Из соседней квартиры какая-то малолетка вышла с собакой. Увидела такое. Давай разнимать. Ну, ты знаешь, чиж совсем без тормозов. Так он девчонки упорол. Бля, вы че там охренели? Заорал Ушан. Резко притормозил. Сзади раздались истошные сигналы. Там это тут при чем? Но и это еще не все. Что еще? Ушан аж побагровел от злости. Бэтмен в окно влетел. Хуже. Из квартиры тетка выбежала. Походу мамаша малолетки. Так она чижа уработала на раз. Причем так, не по-бабски, а конкретно от худевертела. Руками и ногами. Ушан молчал, закрыв глаза. Мощные кулаки сжимали руль. Аж сбитые костяшки побелели. Алло. Алло, Ушан. Да здесь я. Устало выдохнул он. Это все? Да, все. И откуда ты это все знаешь? Чиж в квартире забился. Мне позвонил, рассказал. Мы сейчас туда выдвигаемся. На Ворошиловскую 115. Первый подъезд. Квартира, блядь, девятая, кажется. Сейчас буду. Хмуро бросил Ушан. Посмотрел на сидящую рядом Бабу Капу, с интересом слушавшую их оживленный диалог. Бабуль, на пять минут заскочим, потом тебя отвезу в твою больничку. Ушан нажал на педаль, резко выворачивая руль. Да какая к херам больничка? Бабулька с удовольствием потерла руки. Я вам еще раз говорю. Давайте поднимемся к нам. Не к чему тут на виду у всех сидеть. Голос Надежды Арефьевой? В девичестве Грохольской. Звучал твердо. Григорий провел ладонью по лбу, размазывая кровь. Поводил языком по зубам. Коснулся ноющего затылка. Поморщился. Не, спасибо. Я сейчас полежу немного и пойду. Он вытянулся на скамейке. Вы идите, у вас проблемы могут быть. Наверняка этот придурок уже своим сообщил. Скоро здесь соберутся все банды города. Мам, может тете Стелли позвонить? У нее связи? Спросила Саша. Она стояла рядом и держала руку у ноющего уха. Удар, хоть и прошел по касательной, вовремя увернулась, но ухо оцарапал. Наверное, придется некоторое время походить с распущенными волосами. Никому звонить не надо. Отрезала Надя. Лучше принеси аптечку сюда. Саша пошла к подъезду. Так Сажулька, смешно перебирая коротенькими лапками и волоча за собой поводок, бросилась за ней. За что он вас так? Взгляд Нади смягчился. Григорий посмотрел на привлекательную, чуть за сорок, женщину. Невысокая, худенькая. Даже не верится, что десять минут назад она несколькими точными ударами отправила на пол мужика в два раза шире ее самой. Не знаю. Покряхтел он. Я просто позвонил в дверь. Вылетает этот громила с каким-то безумным взглядом наркомана. И давай меня молотить. Я даже сказать ничего не успел. Вот просто потерялся. А к кому вы пришли? К сыну. С женой развелся. Она квартиру здесь снимает. Связалась с бандосом. Вроде Костей зовут. Наверное, это он и был. Надя улыбнулась. Потрогала старый, еле заметный шрам на лбу. Знала она одного бандоса по имени Костя. В криминальных кругах больше известного, как Мотыга. Беспокойное было времечко. История о Наде Грохольской и Мотыге в описании под видео. Алло! Тетя Стелла? Привет! Громко прошептала Саша в телефон. Огляделась по сторонам. Будто в квартире, кроме собаки. Ее еще кто-то мог услышать. Через три минуты разговора она отключила телефон. Притянула к себе таксу. Жулька! Потерлась своим носом о черный нос собаки. Мама, конечно, будет сердиться. Но лучше перебдеть, чем недобдеть. Правильно? Собака лизнула ее в лицо. Со своей маленькой хозяйкой она была полностью согласна. Как говорится, тихо джипами шурша едет крыша не спеша. Во двор многоэтажки медленно въехали два черных внедорожника. Остановились у подъезда. Из машин одновременно высыпали крепкие ребята. Не было бритых затылков, кожаных курток и массивных золотых цепей. Все это осталось там, в лихих годах. Но, судя по перекатывающимся мускулам под футболками и свирепым лицам, это были достойные приемники славных братков 90-х. Григорий приподнялся, сел на скамейке. Надя толкнула дочь к подъезду. Домой, живо! Дочь упрямо покачала головой. Так-так! Протянул один, высокий, с зачесанными назад волосами. Походу, это и есть тот самый терпила, которому чиж носовал. А это та самая бабенка, которая носовала чижу. А это та самая малолетка, из-за которой бабенка носовала чижу, который носовал терпили. Мудрена как-то, питон. Пробормотал низкорослый крепыш. Задумчиво почесал короткую и мощную шею. Что делать будем? Ушан пусть решает. Питон повернулся к нему. Тащите чижа сюда! Крепыш и двое парней скрылись в подъезде. Мадам! Улыбнулся питон. Негоже наших людей избивать! Вы не находите? Твой чиж ударил моего ребенка! Спокойно ответила Надя. А до этого набросился на человека просто за то, что тот позвонил в дверь. Он у вас совсем отбитый? Питон расстроенно вздохнул. Кивнул. Есть немного, но он наш, ближний. Как с этим быть? Григорий потрогал пластырь на виске. Решительно встал. Женщина и девочка тут ни при чем. Ты сядь, болезный, отдохни. С тобой еще разговор будет отдельный. Да ну нахер! Удивленно пробормотала баба Капа. Ушан вопросительно посмотрел на старушку, внимательно вглядывающуюся в окно. Повернул руль вправо, припарковываясь. Знакомые, что ли? Мужика я знаю. Девчонку тоже. Кивнула бабулька. Бабка! И почему я не удивлен, что весь этот гемор дело рук твоих дружков? Покачал лысой головой Ушан. Бабулька не ответила, дернула ручку, открывая дверь. Что за сборище? Что дают? Громко поинтересовалась она. Протиснулась между бандитами. Те удивленно уставились на сухонькую старушку, затем на Ушана. Это со мной! Отмахнулся он. Где Чиж? В следующую секунду из подъезда под руки вынесли парня. Лицо его было покрыто кровавыми разводами. Левая века опустилась, полностью прикрыв глаз. Через лоб шла глубокая красная борозда. На распухшем носу и под ним виднелись белые пятна. Красота какая! У Бабы Капы аж слеза навернулась от умиления. Повернулась к Наде. Твоя работа! Женщина нахмурилась, кивнула. Бабуля в вытянутой кофте, вылезающая из дорогущего джипа. Это весьма странное зрелище. Вы не находите? Вот она, сука! Взревел Чиж. Очевидно, в присутствии своих, эээ, единомышленников, к нему вернулась смелость. А может быть, помогла ударная доза кокса, которым Чиж закинулся полчаса назад. Он вырвался из рук дружков и кинулся на Надю, размахивая руками. Надя отступила на шаг, сжимая кулаки и вставая в стойку. Но полет Чижа подло оборвал кулак Бабы Капы, который от души влепил в нос. Ноги нарколыги подлетели, и он с глухим стуком и громким визгом приземлился на спину. Баба Капа склонилась над воющим поверженным, ибо нехер бить детей и лифтеров. Над братками пролетел удивленный вздох. Ушан закрыл глаза, хлопнул себя по покрытому шрамам и лбу. Ушан, чё за дела? Ты кого сюда привёл? Возмутилась братва. Бабка, ты чё тут исполняешь, а? Заорал стоящий ближе всех Питон. Жить надоело. Баба Капа придвинулась к нему, угрожающе толкнула пальцем в мускулистую грудь. А ты чё дерзкий такой? Ты, щегол, мне тут хочешь за жизнь пояснить? Ну давай, рискни. Питон ошарашенно уставился на старушку. Бабка, ты здоровье своё последнее побереги и не прыгай на людей. Ну ни хера себе! Он был в шоке. Повернулся к дружкам, развёл руками. Видали? Питон! Крикнул Ушан. Угомонись! Да ни хера бля! Огрызнулся Питон. С тобой, Ушан, мы ещё потом поговорим. Ты вообще в последнее время себя неправильно ведёшь. Слишком много вопросов у пацанов к тебе появилось. У джипов резко притормозила красная Хонда. Дверь открылась. Из салона вылезла приятная во всех отношениях дама. С красивым, ухоженным лицом, длинными тёмными волосами, волнами спадающими на плечи. Обтягивающий спортивный костюм подчёркивал стройную фигуру. Женщина времени терять не стала. «Главный кто?» – спросила она. «Я! Ты кто?» – спросил Ушан. Неважно. Она вытащила смартфон, нажала на экран, протянула Ушану. Тот нахмурился, но взял телефон. «Слушаю!» – прорычал он. «Ушаном кличут! И что?» В следующую секунду выражение его лица поменялось угрюмого на удивлённое. Братки затихли, уставившись на него. «Так!» – говорил Ушан. «А при чём тут мотыга? Он давно доской прикрылся. Мир его праху!» – закрыл глаза, слушая и качая головой. «Это я понял. Я это тоже понимаю. Да какие обиды!» «Всё, я понял. Расходимся. Извини, Мотя. Все всё поняли?» – спросил Ушан у дружков, отдавая телефон Стелле. «Грузите это тело и поехали отсюда!» – все безропотно подчинились, схватили стонущего чижа за руки и ноги и, особо не церемонясь, закинули в багажник. Все всё поняли, кроме питона. «Долго нам Мотя будет свои условия диктовать?» – он с презрением посмотрел на своих ближних. «А давай ты сейчас ему сам позвонишь и сбросишь!» – Ушан потерял терпение. «Только, блядь, не забудь лоб зелёнкой помазать!» – Ушану вообще всё это не нравилось. Зачем он только приехал? Ещё там, в машине, со слов позвонившего питона, и так было ясно. Ситуация, яйца выеденного не стоит. Бодаться с бабами, терпилами и тем более с детьми он не собирался. Ну, в крайнем случае, можно было волыной припугнуть, чтобы у терпилы даже мысли не возникло в сторону мусорни смотреть. А оно вон как получилось. Интересно, что связывало эту бабёнку с мотыгой? Любовница, походу. Впрочем, не его дело. Мотя ясно дал понять, что в память о Косте мотыге он не позволит портить жизнь этой Наде. «Да ты просто очканул, чебурашка!» – питон сплюнул в траву. Ушан знал, что братва так называет его за глаза, но чтобы вот так вот, да ещё при всех… С глухим рычанием придвинулся к нему. Надя схватила дочь и силком впихнула в подъезд. Стелла покрутила головой, разминаясь, словно перед дракой. Григорий вжался в скамейку. Баба Капа выпучила глаза, с интересом глядя на происходящее. Голова питона дёрнулась от удара. Тот отступил на несколько шагов и рухнул на асфальт. Размазал кровавые сопли. Усмехнулся. «Ну ты и сука!» «Поехали!» – скомандовал Ушан братве. Пошёл к машине. Все молча потянулись к своим джипам. Питон выплюнул кровавый сгусток, шатаясь встал. Приподнял сзади футболку, доставая пистолет. Снял с предохранителя. Услышав щелчок затвора, Ушан резко развернулся. А палец питона уже давил на спусковой крючок. Грохнул выстрел. И пуля улетела в голубое небо. Эта Баба Капа успела в самый последний момент. Она подбежала и, сложив руки вместе, ударила снизу по руке с пистолетом. И понеслась. Ушан в два прыжка оказался рядом. Одной рукой схватил за пистолет. Другой нанёс два коротких, но мощных тычка питону в лицо. Вырвал оружие и треснул рукояткой в макушку. Тот, закатив глаза, осел на землю. «Красиво-то как!» – зачарованно прошептала Баба Капа. «Ушанчик, ты мой герой! Я твоя навеки! Бери меня, пока дышу!» Ушан засунул пистолет за пояс. Подобрал гильзу. «Но ты и камикадзе, Бабка!» Он тяжело дышал. «Спасибо!» К ним подошёл Крепыш. Приложил руку к широкой груди. «Господа! Прошу пардону, но с большой долей вероятности, сейчас может возникнуть неудобная ситуация, которая…» «Короче, кислый!» – рявкнул Ушан. «Если короче, то сейчас кто-нибудь из соседей нажмёт на мусорскую педаль и нам пиздец!» Ушан кивнул. «Грузите этого!» Он показал на лежащего в беспамятстве питона. Повернулся к Бабуле. «Поехали, Бабка!» Махнул рукой. «В ЗАГС? Так я не одета!» Баба Капа потянула за полы линялой кофты. «Хорош глумиться уже!» Ушан устало закатил глаза. «Ты же в больничку собиралась!» Баба Капа посмотрела на сидящего Григория, жалкого и избитого. И какого-то… Слово не подобрать. Одинокого, что ли? Словно побитая собака, прижавшаяся к забору, в надежде спрятаться от проливного дождя. «Не, я останусь!» – решительно ответила Бабулька. «Как знаешь!» Махнул Ушан и повернулся к братве. «Всё! Отжаливаем!» Захлопали двери, взревели мощные двигатели, шуршание шин. Через полминуты у подъезда стояла только красная Хонда Стеллы. Надя обнялась с подругой. «Спасибо, Стелла! Сашка позвонила, да?» Стелла засмеялась. «Ну, ты сильно её не ругай! В конце концов, всё обошлось!» «Не думала, что ты с Моти Контакты поддерживаешь!» «Не поддерживаю!» «Так, пересекаемся!» «Я в его спортклубе зал для тренировок арендую! Видимся иногда!» Обе повернулись к сидящей на скамейке Баби Капе. Старушка гладила по руке Григория, успокаивая. А тот горячо рассказывал о своих мытарствах, словно на исповеди. «Давайте знакомиться!» Надя показала на себя. «Надя!» Показала на подругу. «Стелла!» «Капитолина Алексеевна! Для вас, девчонки, просто Баба Капа!» «Вы молодец, Баба Капа!» Похвалила Надя. «В первый раз такое вижу! Смелая!» «Да я всегда такой была!» Скромно ответила Баба Капа. «Помнится, в конце 50-х мы, молодые строители, на Енисея и на Медведя нарвались. Вот просто вышел косолапый на берег, а мы рыбу ловили! Так вот, все сразу в штаны наложили, а я не сразу!» Богдан вздрогнул, просыпаясь. Где-то за окном бахнуло. Стуча босыми пятками по линолеуму, подбежал к окну. «Ух ты!» За окном какой-то здоровый лысый дядька метелил другого. Такого же бугая, только не лысого. Рядом стояла старушка, которая показалась мальчишке очень знакомой. У скамейки стояли две тетеньки. Одну он знал. Это тетя Надя из соседней квартиры. А на скамейке сидел. «Папа! Папа!» Мальчишка выскочил в прихожую. «Мама! Мама! Папа приехал!» Звонко завопил он. «Не кричи, Богдаша! Я знаю!» Олеся уже давно стояла у окна, выглядывая наружу из-за занавески. Черт бы побрал этого Гришу! Русским языком было сказано «Не приходи!» Теперь вот и Костика из-за него избили. Дважды. А потом вовсе погрузили в машину, словно мешок с сахаром. Хлопнула входная дверь. Олеся выглянула в прихожую. Кроссовок сына не было. «Паразит такой!» Вздохнула она. Сползла по стенке, прижала руки к лицу и вдруг расплакалась. Обычная женщина, запутавшаяся, влюбившаяся в бандита, которому она не нужна. Косте Чижову от нее нужно было только одно – постель. «Здорово, блогер!» – удивленно сказала Баба Капа, глядя на мальчишку, обнимающего отца. «Либо мир настолько тесен, либо это она везде успевает, либо за ней просто следят. А почему ты такой грязный? А почему у тебя кровь? А почему ты не заходишь к нам?» – сыпались вопросы. «Да я…» – растерялся Григорий, гладя сына по светлым волосам. Как-то… упал, в общем. Впрочем, мальчишку уже интересовало совсем другое. «Пап, а мы пойдем куда-нибудь? А давай сейчас, а?» Надя смотрела на избитое лицо нового знакомого, покачала головой. По-хорошему, надо бы его в больницу проверить. Удары в голову все же. Стелла закивала. С Надей она была полностью согласна. Они – профессиональные спортсмены. Знали не понаслышке, что травмы головы, пусть даже без особых последствий сейчас, могут хорошо аукнуться потом. «Садитесь в машину, Григорий», – сказала Стелла. «Отвезу вас к нашим спортивным эскулапам». Григорий посмотрел на сына, взъерошил волосы. «Богдан, давай так. Я сейчас в больницу. Сам видишь, в каком я состоянии. А на следующей неделе я обязательно приеду, и мы пойдем куда захочешь. Хорошо?» Мальчик обиженно вздохнул, слез с отцовских коленей. «Ладно, пап, но ты обещаешь, что придешь?» «Обещаю», – торжественно произнес Григорий. Поцеловав сына, Григорий встал и шатающейся походкой направился к машине. Открыл дверь. Повернулся. «Спасибо вам всем. И за то, что спасли, и за то, что выслушали. В общем, если застрянете в лифте, звоните мне напрямую. Прилечу в любое время. Стены грызть буду, но вас оттуда достану». «Баба Капа, скажите, а у вас сестры никогда не было?» Надя разливала чай в красивые кружки. Бабулька в задумчивости уставилась в потолок. «Ну, если папонька, царство ему небесное, не гульнул, то не было. А что?» «Да у нас тут по соседству баба Зина жила. В далеком прошлом сотрудник КГБ. Боевая бабуля была, земля ей пухом. Всех этих бандитов терпеть не могла. Как сейчас помню, одного такого борщом облила. Стелла не даст соврать, она это тоже видела». «Борщом?» Баба Капа аж хрюкнула от смеха. «Ха, умничка! Жаль, что я с ней не была знакома. А вообще, я предпочитаю продукты не переводить, а бить голыми руками. Ну, и головой, разумеется. Недавно освоила». Саша, сидевшая рядом и с интересом слушавшая, засмеялась. «Нравилась ей эта бабуля. Не ворчит, не брюзжит, не жалуется. Живет человек». «Соседку бабу Зину она не застала, поэтому не особо верила, что пенсионерки такими бывают. А тут на тебе! Живое воплощение бодрости, жизнелюбия и язвительного юмора. Молодым на зависть». «А где ж папка-то ваш?» – спросила баба Капа, прихлебывая чай. «В Штатах, на симпозиуме биологов», – ответила Саша. «Ученый, что ли?» – удивилась бабуля. «А я думала, что ваш папка тоже каратэка». Мать с дочерью переглянулись, понимающих мыкнули. «Мало кто знает это слово», – одобрительно сказала Саша. «Обычно можно услышать привычное каратист. Очень редко каратеист, что более правильно, хоть и режет слух. Удивительная вы бабушка баба Капа». «Так мы тоже с чине лаптем хлебаем!» «Знаем! Могем!» – прихвастнула бабулька. Закинула в рот кусок пирога с вишней. Подмигнула. «Интересно, я одна хочу быть такой в старости!» – с улыбкой думала Надя, глядя на старушку, оживленно беседующую с Сашкой. Палец надавил на кнопку звонка. Звук открываемого замка. Заплаканное лицо Олеси. «Гутен морген, красотуля!» Баба Капа, отяжелевшая от чая и домашнего пирога, была в прекрасном расположении духа. Чего не скажешь об Олесе. Широкое, зареванное лицо в черных потеках туши. Жиденькие волосы растрепаны. «Вы?» – с неприязнью ответила Олеся. Старушку она сразу узнала. Та самая, час назад накавтировавшая ее единственную любовь Костика Чижова. «Я!» Бабулька улыбнулась. «Поговорить надо!» «О чем нам с вами разговаривать?» Дверь захлопнулась. Резко и громко. И, как показалось Бабе Капе, вызывающе. Нажала на звонок. «Я сейчас полицию вызову!» – донеслось из-за двери. «Вот с ними и будете разговаривать! И в другом месте!» «Не будь истеричкой!» – миролюбиво прокричала в ответ Бабулька. «Я не истеричка!» «Самая настоящая! Истеричная Баба и есть!» «Да что вы вообще обо мне знаете?» «Любишь?» – задала неожиданный вопрос Баба Капа. «Кого?» «Родину! Чижа своего недоделанного любишь?» «Ну, допустим! И какое вам дело?» «Никакого! Согласна! Просто по субботам я делаю добрые дела!» «Сегодня пятница!» – донеслось злорадное. «Приходите завтра!» «Вот сучка! Подловила! Конечно, сегодня пятница! Ей же к терапевту назначено на 8 утра! Надо же было так опростоволоситься! Стареешь, Капа, стареешь!» «Наша жизнь – это сплошной понедельник!» – вывернулась бабулька. «Я вот чего хочу сказать! Григорий любит сына! Сын любит его! И каким боком вы тут со своим чижом? Вы оба лишние в этом простом уравнении!» Дверь резко распахнулась. «Я мать, понятно? Как я могу быть лишней?» «Ты мать!» – легко согласилась бабулька. «И ты можешь любить кого угодно, хоть Гарри Поттера!» «Причем тут отношения – отец-сын!» «Гриша – неудачник! Чему он может научить сына?» «Охренеть аргумент! А чему твой чижик может научить? У него же три извилины! Все прямые и все отмонтировки!» «Слушайте, вам что, заняться нечем? Не лезьте не в свое дело!» «А тебе Григория не жалко? Хрен с ним! Я не знаю, какой он муж! Уже и не муж, насколько поняла! Но ведь всегда отцом останется! Ты своей тыковкой соображай! И потом он уже не бухает, в завязке!» Олеся задумалась. Бабака повидела, что стена непонимания постепенно рушится. «Ну, ну, думай!» – подбодрила она. «А с Костей что делать?» Лицо Олеси вдруг скривилось. На глазах навернулись слезы. «Слыхала? Дворник вперми с колокольни наебался!» Неожиданно задала вопрос бабулька. «Какой дворник?» – растерялась Олеся. «При чем тут дворник вообще?» «Вот и я говорю! При чем тут Костя, если речь шла об отце и сыне?» – рявкнула бабуля. Олеся вдруг судорожно всхлипнула и взорвалась отчаянным рыданием, звонким эхом, отражающимся от подъездных стен. Села прямо на пол, уткнулась лицом в ладони. Бабака повздохнула. То, о чем, о лысой расческе. Зашла в прихожую, присела рядом с ней. Задумалась, слушая судорожные всхлипы. Не любила она все эти индийские кинофильмы в российских реалиях. И в индийских тоже. Одно сопляжуйство на почве несчастной любви. С сыном-то разрешишь ему видеться. Да и мальчонка тянется. Олеся закивала, пряча лицо в ладонях и содрогаясь. В принципе, бабуля выполнила свою миссию. Можно и уходить. Она встала. Не уходите, пожалуйста. Олеся вдруг схватила ее за руку. Посидите со мной. Мне так одиноко. Кто ошибется, кто угадает. Разное счастье нам выпадает. Часто простое кажется вздорным. Черное белым, белое черным. Слезы по широкому веснущатому лицу струились ниагарским водопадом. С глухим стуком падали в тарелку с квашеной капустой. Я привыкаю, я тебе рада. Ты не узнаешь. Да и не надо. Ты не узнаешь. И не поможешь, что не сложилось. Вместе не сложишь. Баба-капа тренкала одним пальцем на гитаре. Из шести струн на гитаре не хватало пять. Поэтому старушка, как шахматист, играла тем, что есть. Впрочем, получалось тоже неплохо. Плохо было другое. Олеся, полностью растворившись в своем горе, просила петь именно такие песни. Жалостливые и слезливые. Мазохизм, честь слова. «Счастье такая трудная штука. То дальнозорка, то близорука. Часто простое кажется вздорным. Чёрное белым, белое чёрным». Баба-капа поставила искалеченную гитару в угол. Подула на измученный палец. «Капитолина Алексеевна, миленькая, ещё!» – взмолилась Олеся. «Слушай, может, хватит, а?» – возмутилась баба-капа. «Завязывай страдать!» Олеся разлила водку по стаканам. «Это любовь!» – обиженно надула губы она. «Это суходрочка какая-то!» – безжалостно отрезала бабуля. «Найди себе уже нормального мужичка. Григорий чем был плох?» «Для меня всем!» – с вызовом ответила Олеся. «Не мой, Гришка, не мой! Понимаете?» Лицо выражало такую отчаянную решимость, что, наверное, мало кто мог усомниться в искренности её слов. Баба-капа захохотала. Она вдруг вспомнила Аксинью из Тихого Дона. Так-то орала абсолютно противоположные вещи. «А Гришка мой! 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 Владаю им и буду владать!» Олеся оскорблённо смотрела на смеющуюся старушку. «Я понимаю, почему вы смеётесь!» – горько сказала она. «Вот, мол, сидит корявая некрасивая, а всё принца ждёт. Запросы надо умерить, так?» Баба-капа помотала головой. «Мда! Герои книжных романов – это герои книжных романов. А вокруг другая проза. Проза жизни. Суровая, беспощадная и порой бессмысленная. «Сын где? Спит?» – вопросом на вопрос ответила старушка. «Играет в свои игрушки компьютерные. Каникулы же!» «Кстати, сколько ему?» «Десять!» «Память перенесла бабу-капу в далёкое прошлое. Вот она, десятилетняя девчонка, коротко стриженная в казённом платье и верёвочных тапочках, сидит на колченогом стуле перед милиционером. Тот стоит к ней спиной, ковыряя оконную замазку и выглядывая на платформу. То и дело раздаются громкие гудки паровозов с шипением в белой дымке, отправляющихся с платформ. «А тебе не кажется, что для Северного полюса ты не одета?» – язвительно спросил милиционер. «И поезд прямо туда тебя не доставит». «Мне там всё выдадут?» – твёрдо ответила она. «И паёк дадут, положено. А на чём дальше добираться, я сама разберусь». «Покорение Севера – это дело хорошее. Но есть одно «но». Северный полюс – это туда. Широкая лопатообразная ладонь махнула в сторону висящего над столом портрета Сталина. «А ты направлялась туда?» Ладонь переместилась на стену с картой города, в сторону прямо противоположную. Она задумалась, почесала затылок, улыбнулась. «Вот за это спасибо, я пойду». Встала и направилась к двери. «Приходько!» – крикнул милиционер. Дверь открылась. В кабинет ввалился немыслимых размеров сержант. Огромные усищи топорщились под широким картошкой носом. Под глазом красовался лиловый синяк. «Приходько!» – пусть девочка посидит у тебя. Чаю ей налей, что ли? Сахару побольше дай. И сало своего знаменитого отрежь кусочек. А я пока с детским домом свяжусь. «Приходько с опаской посмотрел на маленькую девчонку с решительным выражением на лице. Потрогал свой синяк. Час назад эта юркая детдомовка была снята с поезда. Оказала яростное сопротивление. Кусалась и пинала так, что пришлось скручивать ее силами станционного наряда милиции. «Сэж не девчина, а демон!» «Исала у мененема, товарищ лейтенант!» – прогрохотал сержант. «Да не нужно мне ваше сало!» – звонко крикнула она. «Пустите, мне ехать надо!» «А лучше посадите на нужный поезд и скажите своим, чтобы до самого северного полюса меня вообще не трогали. И бумагу специальную дайте, с печатями!» «Уводи!» – устало приказал лейтенант, беря трубку телефона. «Алло! Барышня! С пятым детским домом соедините!» Сержант обхватил ее своими огромными ручищами. «Право не имеете!» – орала она. «Я вас всех тут!» Сержант выволок ее из кабинета. С силой усадил на стул. Погрозил огромным кулаком. «Тут милиция! А ты кричишь, як скажена!» Поставил перед ней кружку. Налил кипяток. Бросил заварку. Положил огромный кусок колотого сахара. Она отодвинула кружку. Взгляд упал на большой прямоугольный газетный сверток, лежащий на облупленном подоконнике. «Приходько! Слышь, чё скажу!» Кратчего зашептала она. «Давай так! Я никому не скажу, что у тебя есть сало, а ты отпускаешь меня, и все довольны! Ну?» «Яке сало!» – нахмурился сержант. «Яке, яке! Вон на подоконнике лежит!» Злорадно ответила она. Мысленно поздравила себя с победой. «Встречай Северный полюс!» Приходько усмехнулся в пышные усищи. Огромной ладонью взял сверток, положил перед ней. Развернул. На газетной бумаге лежали два куска хозяйственного мыла. «Як поризаты!» С издевкой поинтересовался он. «Шматочком чи брусочком?» Она вздохнула. Взяла кружку. Молча пила чай, грызла сахар и чувствовала на себе насмешливый взгляд сержанта. А потом приехал Ефим Никонорыч, воспитатель, и забрал ее обратно в детский дом. На прощание посмотрела на смеющегося сержанта. Нахмурилась. «А ты не особо веселись, Приходько! Мыло у тебя уже есть! Готовь веревку! Вешайся! Я ищу вернуть!» «Капитолина Алексеевна! Ау!» Позвала Олеся. Баба Капа тряхнула головой, возвращаясь в реальность. Олеся протянула ей рюмку. Она поморщилась, отстраняя ее. Водку бабулька не любила. В ее понимании, это был самый дебильный с точки зрения органолептических свойств напиток. То ли дело наливка или коньяк. И вкусно, и хорошо. «Может, посоветуете?» «Как быть?» «Что делать?» «Олеся, я тебе не советчик в этих вопросах. Решай сама. Любишь своего чижа? Вперед! Это твоя жизнь. Ошибешься – поумнеешь. Возможно. Но твоего сына мне уже заранее жаль. Можно подумать, вы сами никогда не ошибались». Олеся обиделась окончательно. «Ошибалась!» Легко согласилась бабулька. Но жизнь вовремя вносила свои коррективы. Поэтому особо страдать не пришлось. «Это как?» «Расскажите!» Видя, что Олеся так просто уже не отстанет, старушка улыбнулась, развалилась на стуле. «Как сейчас помню, в году этак 59-м влюбилась в Борьку Сахно, сварщика. Что ты, красавец! Рожа с доски почета не слезала. Ударник труда, спортсмен. Мотоцикл был у него, гармонь и значок «Турист СССР». Блин, значок этот!» Баба Капа покачала головой. «Ой, как интересно!» Олеся смахнула слезы. Устроилась поудобнее, приготовившись слушать. «Так вот!» Продолжала бабулька. «Пригласил он меня в клуб». «Ночной?» Нахмурилась Олеся. «Сельский!» Говорю же, 59-й год. Дощатые полы, танцы под радиолу, бабушка-дворник со свистком. И дверь лопатой подпирается. В общем, щечки свеклой намазала. Девчонки красной Москвой брызнули. Волосы накрутили. Платок дали цветастый. В общем, была я тогда красивой, от себя без ума. «Класс!» «А дальше?» «А дальше сижу у окна и жду, когда Боря за мной зайдет. Очень, знаешь, хотелось, чтобы с Шиком появился. Чтобы все видели, какой парень за мной ухаживает». Баба Капа вздохнула. «Ну?» Олеся сгорала от любопытства. «Пришел?» «Пришел!» Из-под кепки волосы соломенные вьются. Сапоги яловые блестят. Рубаха выглажена. На рубахе значок этот. «Да сдался вам этот значок!» В нетерпении выкрикнула Олеся. «Дальше-то что?» «Дальше...» «Дальше мы танцевали. Он, значит, меня так приобнял, грудь свою выкатил, а я ниже его. Так он своим значком мне чуть глаз не выколол». «Я ему говорю, Боря, сними его, потом нацепишь». Головой так загадочно мотает. Не снял, в общем. «Ну, думаю, не беда. Главное, Боря рядом со мной». Баба Капа посомневалась и все-таки махнула рюмочку водки. Олеся незамедлительно последовала примеру. «В общем, всю дорогу он этот значок теребил и поправлял. Кто-то прическу поправляет, кто-то усы, если есть, кто-то рубашку или штаны. А он эту железку на груди мучает. Вот, а после танцев было кино. Скамейки расставили, уселись. Свет потушили. Добровольцы шли. Смотрим кино. Я вся полностью в картину ушла. Нравился мне молодой Ульянов. Слышу, Боря пыхтит. Глаза скосило. Он, значит, значок свой с рубахи отцепил и сидит его натирает. Аж язык высунул и глаза закатил. Подышит так на него и платком трет. Опять подышит и снова трет. На экран даже не смотрит. Сидит и трет свой гребаный значок. Какой может быть значок? Олеся в недоумении запустила пятерню в редкие волосы. Он же на свидании. Вот и мне тогда так показалось. Согласилась бабулька. Не выдержала я. Выхватила значок и выкинула его нахрен в окно. Как Боренька подскочил. Чуть ли не по головам бросился к этому окну. Ласточкой в него вылетел. Я из клуба вышла, а он по земле ползает. Спичками подсвечивает. Значок свой ищет. Больной человек. В общем, жалко мне его стало. Да и вину почувствовала. Встала на карачки. И давай с ним вместе значок этот искать. Нашли? Неа. До утра ползали. Вся в грозе вымазалась. Как-то так. Кстати, это было мое первое свидание. А потом что? Улыбнулась Олеся. А потом я этот значок на пацане каком-то увидела. Говорит, возле клуба подобрал. Не отдает ни в какую, зараза. Пришлось баранок ему связку купить. Смотрю, а значок что-то совсем грязный. Земля забилась в него. Нельзя такой отдавать. Платок достала и давай его оттирать. Стою и тру этот долбанный значок и ржу. Отдали? Голос Олеси срывался от смеха. А как же? Сияющий такой, блестящий отдала. Поблагодарил. Извинения мои принял. Иду так медленно. Жду, когда окликнет. Молчит. Не выдержала. Обернулась. А он... Ну ты поняла, что делает. Кухня потонула в их хохоте. Даже Богдан из комнаты прибежал. Заулыбался. Такой веселой, свою маму он не видел давно. Попрощавшись с Олесей и Богданом, баба Капа вышла из квартиры. Направилась к лестнице и замерла от удивления. Хватаясь за перила, навстречу поднимался Костя Чижов. Его качало от слабости. Здравствуй, бабка. Здоровый глаз смотрел с удивлением. Здравствуй, дерево. Вздохнула старушка. За добавкой пришел. Чижмолча поднялся. Привалился к стене. Вытянул ноги. Дрожащими руками вытащил из заднего кармана мятую пачку. Закурил. Отлежаться мне надо. А так, давно хотел уйти. Надоело мне это Олеся. Ну и отлежался бы на скамейке в парке. Зачем возвращаться к тому, кто надоел? Уходя, уходи. Чтобы меня мусора приняли с битой рожей. Олеся там как? Нормально. Чиж усмехнулся разбитыми губами. Дура-дурой. Все мне про любовь поет. Кофе в постель приносит. Слова ласково ей говорит. Мелодрама сраная какая-то. Кому это надо? Вот бабка, скажи. Кому это надо? Ей надо. Пожала плечами баба Капа. Обычного бабского счастья ей надо. Кхе-кхе. Чиж засмеялся и тут же поперхнулся дымом. Сипло закашлял. С отвращением, с щелчком выкинул сигарету. Бабское счастье, бля. Чиж закрыл глаза. Откинул голову, тяжело дыша. Баба Капа положила руки на перила. Тоже молчала. Чиж мотнул головой. Открыл глаза. А ты кто, бабка? Тебе имя назвать? Оно тебе ничего не скажет. Чиж согласно закивал. Посидел немного, морща израненный с длинной полоской пластыря лоб. Как ты там сказала? Уходя, уходи. Он тяжело встал, опираясь на стенку. Наверное, ты права. Пойду я. Махнул на прощание рукой. Стал медленно спускаться по лестнице, шатаясь. Баба Капа провожала его взглядом, не делая попыток остановить. Дверь резко распахнулась. И из квартиры вылетела Олеся. Босыми ногами сбежала по лестнице. Схватила его за плечи, резко развернула к себе. Дура, значит. Надоело, значит. Наверное, Костя Чиж в тот день побил все рекорды по выхватыванию люлей от женщин всех возрастов. Профессионально от Нади. На любительском уровне от Бабы Капы. И вот сейчас, звонкая на почве поруганных чувств, пощечина от Олеси. Привалившись к стене, Чиж вдруг засмеялся, вытирая лицо и сдирая пластыри. Бабы, да вы охренели все! Схватил за пуговицу ее халата. Притянул к себе. Дура ты, Олеся! Беззлобно сказал он. Ты поменьше сопли распускай. Глядишь, и мужики потянутся. Таких, как ты, у меня было. Ну вот просто до хера. Пока стелешься, уважения к тебе не будет ни у кого. Пока. Он спустился на первый этаж, оставляя плачущую Олесю. Внизу хлопнула подъездная дверь. Вот с виду редкостный дятел, а какие мысли? Сказала Баба Капа задумчиво. Подумай над этим, Олеся. Она вышла из супермаркета с большой коробкой под мышкой. Вытащила из кармана телефон. Алло, Григорий? Ты как там? Нормально все. Прекрасно. Слушай, как к сыну соберешься, ко мне сначала зайди. Подарок ему купила. Подаришь, как будто от себя. Ага. Давай, не болей. Она спрятала телефон. Вытянула перед собой огромную коробку с изображением тысячелетнего сокола. Приятно, черт побери, что даже на пенсии могу позволить себе купить космический корабль. Бодро зашагала по дороге. Ты или туда, или сюда. Раздалась сзади возмущенная. Идет как по Невскому. Дай проехать. Бабуля обернулась. Лицо молодого велосипедиста было возмущенным. Видимо, пешеходы, постоянно вынуждающие его сбавлять скорость, раздражали не по-детски. Он слез с велика и теперь, крепко сжимая руль, шел за ней, испепеляя неповоротливую бабульку взглядом из-под оранжевого шлема. Она уже была, собралась популярно рассказать наглому велосипедисту о том, что если он еще раз откроет свою пасть, то ему будет очень затруднительно держать поломанными руками руль, а вывихнутыми ногами давить на педали. И что тротуары придумали для пешеходов, а не для всякого нетерпеливого мудачья в оранжевых шлемах и на горных велосипедах. Все это было бы немедленно озвучено, а в случае особой непонятливости и подкреплено парочкой хороших ударов. Если бы не вспомнившиеся слова ее новой знакомой Саше Арефьевой «Уступай дорогу дуракам и сумасшедшим». Бабуля отошла в сторону. Кротка прижала к себе коробку. «Проезжайте, пожалуйста», – выдавила из себя улыбку. Велосипедист хмыкнул, уселся на велик и закрутил педали, набирая скорость. Бабуля смотрела вслед и думала, а правильно ли она поступила. С одной стороны избежала конфликта, а с другой осталось чувство уязвленного самолюбия. Эх, прав был Ежевичкин. Не ее эта тема, восточная философия. Учиться ей и учиться. Вздохнула. Крепче прижала коробку. Зашагала дальше, пытаясь выкинуть из головы мысли об инциденте. А оранжевый шлем маячил впереди, лавируя среди людей и удаляясь все дальше. Эх! Мудак! Смотри, куда едешь, сука! Раздалась впереди визгливая. Паба Капа прибавила шаг. У обочины стоял тот самый велосипедист и зло грозил кулаком в сторону стремительно удаляющейся красной девятки. На оранжевом шлеме застыли бурые капли. Белая футболка и красные шорты мгновенно пропитались грязной водой. Он зло вытирал лицо, размазывая грязь и чуть не плача от обиды. Велосипед валялся рядом с лужей, в которой колыхались остатки дождевой воды. Однако, Баба Капа в задумчивости прошла мимо. Вспомнилась китайская мудрость. Сиди спокойно на берегу реки, и мимо тебя проплывет труп твоего врага. Стелла заехала во двор. Остановилась у подъезда. Спасибо вам, Стелла! С чувством сказал Григорий. Перестаньте! Улыбнулась она. Берегите голову. Хорошо, что все обошлось. Григорий виновата и даже как-то стыдливо посмотрел на эту красивую женщину. Стыдно как-то. Все должно было быть наоборот. Это я должен женщин защищать. А тут... Подруга у вас замечательная. Надя, кажется. Надя. Кивнула Стелла. Замужем? Как бы невзначай поинтересовался он. Она? Да. А что? Стелла хитро улыбнулась. Понравилась? Григорий замялся. Ну, в общем-то, да. Хорошая женщина. Но раз замужем. А вы? Вы замужем? И я. Ответила Стелла. А вы меня замуж зовете? Куда мне? Он покраснел. Ваши мужья все, наверное, каратисты крутые. Стелла покачала головой. Совсем не обязательно. У Надюши муж ученый. У меня переводчик. К миру спорта оба имеют самое отдаленное отношение. Разве только на уровне физзарядки по утрам. И то нерегулярно. Главное, какой человек. А его профессия – дело десятое. Григорий заметно погрустнел. Стелла украдкой смотрела на него. Сразу видно – человек хороший, добрый, но какой-то нелепый, что ли. И мягкотелый. Впрочем, как она уже сказала, не всем быть крутыми мачо. Где-то есть женщина, для которой этот Григорий будет самым дорогим человеком. Да я вот думаю, жизнь свою личную наладить. Только никак не получается. Вздохнул он. Получится. Главное, на эмоциях, не зовите замуж первую понравившуюся. Голову не отключайте, чтобы потом не жалеть. Два месяца спустя. Мама, папа в телевизоре! Кричал Богдан, тыча пальцем в экран. Олеся прибежала из кухни, на ходу вытирая руки полотенцем. Присела на краешек кресла. Точно! А что он там делает? В голосе послышались нотки ревности. Ого! Наш старый знакомый! Засмеялась Надя. Саша схватила пульт. Прибавила звук. Ну и правильно! По-взрослому сказала она. Пора! Хороший дядечка! Так, ребята, все в зал! Демидова, проведи разминку. Я сейчас подойду. Девочка с тонким красным поясом и в белом кимоно склонила голову перед Стеллой. Стелла повернулась к большому плоскому телевизору на стене. Ну дела! Улыбнулась она. Выключи эту херню! Костя Чиж раздраженно отвернулся. Зарылся в подушку. Хорошая передача! Возразила его новая подружка. Романтичная! Я сказал, выключи эту романтичную херню! Рявкнул Чиж. Из-за этого хмыря я огреб нехило когда-то. Ух ты ж блин! Баба Капа в удивлении смотрела в экран телевизора. Прибавила звук. Поудобнее устроилась в кресле. Здравствуйте! Я Лариса Гузеева. В эфире передача «Давай поженимся». Встречайте нашего жениха Григорий. Но это уже совсем другая история. Субтитры создавал DimaTorzok